Эвакуированных из Балаклеи уже готовы принимать в Харькове. Местные власти могут разместить чуть больше тысячи человек. Поселить людей планируют в детских лагерях, санаториях и модульном городке для переселенцев с Донбасса. Обеспечат питанием и при необходимости медицинской и психологической помощью. Как проходила эвакуация, расскажет Светлана Шекера. Свет, Свет, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Катя. Мы с самого утра следим за ситуацией вокруг арсенала. Эвакуация людей началась еще в 6 часов утра. Тогда жители накидывали верхнюю одежду и буквально убегали от взрывов. Ну вот, две курточки. Одна курточка, вторая курточка. Вот, оделись документы, не все взяли. Все, деньги какие были. Все, больше ничего не успели. В 3 часа муж встал, поднял, открываем окна, ба-бах, горит все. Взрывается. Мы стали, давай, какие вещи быстро пособирали и побежали в бомбоубежище. Село Борщивка в 5 километрах от арсенала. На обочине целая вереница легковушек. Люди ждут. Может быть, взрывы прекратятся, и они смогут вернуться в свои дома. Местный фермер привез продукты, накормить людей. Ведь многие с детьми сидят в машинах с ночи. Паштеты, сушка, икра, шешу, колбаса. Ну, мы в свои машины ехали. Что взяли с собой? Документы. Все, ничего не успели. В селе особых разрушений нет. В основном взрывной волной выбило окна. Но от грохота буквально закладывало уши. Уехать от эпицентра взрыва своим ходом было проблематично. На заправках бензина нет, а там, где можно заправиться, берут втридорого. Нет на заправках. Ну, в радиусе тут, в окрестностях, нет ни где. Бензина? Ну, может, он и есть, но не отпускают, не продают. И что дальше? Я после влады что-то вам допомогу? Да чего? Это же допомогает. Ничем. Бензин по 80. Допомогает? Ближе к полудню снаряды стали разрываться и возле самой Балаклеи. После обеда Балаклея опустела. Практически все жители покинулись свои дома, а те, кто остались, сидят в подвалах. Чиновники вечером отчитались. В Харькове подготовили для эвакуированных места в домах отдыха, в бывших пионерских лагерях и в модульном городке для переселенцев. И вот по последним данным Минобороны интенсивность взрывов в данный момент снизилась. И это позволяет начать локализацию пожара. Студия. Свет, спасибо тебе. Это была Светлана Шакера из Харьковской области, где продолжают эвакуацию людей. Продолжение следует...